Для меня это уже в какой-то степени граничит, в том числе и с такими исследованиями. Ну, прости, если я тебе приписала излишне. Дмитрий Веленский сегодня проведет у нас вводную лекцию к своему циклу лекций о постсоветских исследованиях НИЯХ и расскажет немножко о самом цикле, о том, что нас ждет. Он будет длиться до, по-моему, конца сентября, даже до 7 октября. Ожидаются очень интересные спикеры. Призываю вас следить за анонсами. И сейчас передаю слово Диме, чтобы он рассказал, что нас ждет сегодня, ну и в течение следующих двух месяцев. Спасибо большое. Большое спасибо за приглашение. Для нас это очень важная тема, потому что курс анонсирован как программа Музея Гараж, что совершенно правильно. Но вот этот курс я веду как куратор, и в том числе как куратор Школы вовлеченного искусства. И мы этой темой уже занимаемся давно, и не только в рамках школы, и курса переквалификации, которые мы начали полгода назад. И вот такое сотрудничество и получение другой площадки, где видишь совершенно других людей, чем в Доме культуры и розы, куда я вас тоже всегда буду рад видеть, если вы дойдете. То это оказалось очень важным, потому что дало возможность пригласить каких-то людей, специалистов, которых нам как такой активистской инициативе было бы сложно пригласить. И вот в рамках этого курса у нас будет порядка пяти, по-моему, выступлений. При этом приедет Илья Будрайский, как раз настоящий историк, в отличие от меня из Москвы, приедет такая очень знаменитая исследовательница постколониального, деколониального, постсоветского Мадина Толстанова. Будет очень интересный куратор из Румынии, Эстонии, США, Карина Лисей-Апостол. На самом деле у нас, к сожалению, не получилось в последний момент по личным причинам с Алексеем Юрчаком, но я рад подтвердить, что он будет выступать 16 августа в ДК Розы, где это можно делать гораздо более оперативно и без всяких таких длительных процедур, согласований, к которым он, к сожалению, был не готов, поэтому тоже будет встреча с читателями его такой культовой книжки. Это было навсегда, пока не закончилось. А сегодня я как бы прочту такую вводную лекцию, семинар, скорее размышления о том, почему нам сейчас имеет смысл заниматься этой темой. Так что я займу место, чтобы дирижировать слайдами и текстом. И надеюсь на то, что вы включитесь, потому что тема во многом такая очень дискутируемая, очень, по-моему, важная. И вот надеюсь, что вам тоже будет интересно. Вот очень, кстати, хороший слайд, который я выбрал для начала. Нам надо теперь позаботиться о том, чтобы масса необыкновенно ценного материала стал достоянием масс. Вот в таком советском, таком хорошем тофтологическом стиле мы как бы попробуем понять, какая масса вот этого вот необыкновенно ценного материала и знания мы должны сегодня получить. И вот с первого взгляда тема постсоветского кажется несколько избитой. Ну, сколько можно, уже вот прошло сколько, 30 лет, да, вот с тех пор, как то, что было навсегда, вдруг раз, и закончилось, да. И мы живем уже совершенно вот в новом обществе. И, что называется, зачем ворошить старое? Или, может быть, стоит открыться новым актуальным темам. И вот в лектории Новой Голландии и гаража, конечно, темы постчеловеческого искусственного интеллекта, различных политик идентичности, гибридности, текучести, квирности. Ну, то есть, всем тем темам, которые обсуждаются во всем мире и на которые, будем говорить так прямо, формируется определенный грантовый запрос. Есть ли запрос на постсоветский? И вот мне тоже вот хотелось бы это проанализировать. И, судя по нашей школе, вот по этому курсу переквалификации постсоветского, вот, эта тема выглядит несколько, не то чтобы малопривлекательной, но какой-то такой избитой и, может быть, даже не вдохновляющей. И есть простой ответ на такую реакцию, что когда живешь внутри ситуации, то как-то хочется от нее дистанцироваться, убежать и заняться чем-нибудь таким экзотическим, может быть, чем-то еще таким странным, или, может быть, того, чего как раз в нашей жизни как раз нет, а есть где-то, где-то там. И вполне понятно, что в этом разговоре я постараюсь проанализировать, почему это не совсем так, и возникает какая-то новая ситуация, которая отчасти может быть сравнима с позднесоветской. И когда те художники, которые пытались дистанцироваться от идеологии Советского Союза, официальной коммунистической идеологии, этой же эстетики, герменевтики языка, советской официальной культуры, оказались, уже глядя назад, не очень интересными именно в истории искусства. А те художники, я прежде всего, конечно, отсылаю к опыту московских концептуалистов, оказались в фокусе внимания и востребованности. И сейчас нетрудно показать, что все наиболее яркие, как молодые, я в конце лекции приведу много таких вот примеров, так и не очень художники, работают очень сфокусировано над разными феноменами, которые можно охарактеризовать по-прежнему как постсоветские, или же занимаются анализом и актуализацией различных советских явлений, что тоже как бы связано прямой с этой темой, и мы об этом как бы тоже будем поговорить. Вот. И давайте все-таки разберем ситуацию, глядя из позиции прежде всего современного художника, исследователя, родившегося на постсоветском пространстве, разделяющего язык, то есть вот Георгий Мамедов, вот, кстати, делал очень наш будущий стикер, вместе с Оксаной Шаталовой делали очень интересный проект Lingua Franca, как русский язык, являлся объединяющим языком коммуникации, прежде всего в среднеазиатском регионе, Туркмении, Киргизии. Этот проект был реализован, как второй проект Центральноевропейского павильона, в Венеции, после Виктора Мезиана, который делал первым в 2005 году, ну, значит, 2007. Вот, и то есть вот это разделение как бы пространства, какой-то определенной территории, она дает вот это вот очевидное необходимость считаться чем-то локально-специфическим, да? И для нас, вот выросших в России, этот контекст существования оказывается неминуемо предзадан всей истории XX века и той исторической формации, которой назывались Советский Союз. и событием революции, которая лежала в основе учреждения этого как бы государства и вот нашей общей истории. И важно отметить, что благодаря масштабности этого события и его влиянию на все человечество, оказывается, что мы существуем не в каком-то малоизвестном локальном контексте, и, к сожалению, контексты, конечно же, в современной экономике внимания делятся на, как бы, условно говоря, важные, значительные и какие-то, может быть, менее значительные. И в этом плане, конечно же, мы оказываемся как бы в привилегированном положении, как бы наследников тех, у кого есть личный доступ к свидетелям истории и участникам конкретных, как бы, событий, там, будем говорить о перестройке, конечно, о событиях, там, революции уже навряд ли там, но, может быть, наши, мои бабушки и дедушки, конечно, могут тоже в этом плане служить такой вот отсылкой. И это все, как любые формы привилегия, всегда связано с определенной, как бы, степенью ответственности. И поэтому, мне кажется, что интерес постсоветского периода и советского, он неизбежен. Ну, что с этим, как бы, делать? И тут в двух словах мне хотелось бы определить некоторые типические способы отношений. Они строятся на разных политических позициях и разном понимании, прежде всего, идей прогресса. Одна доминирующая, очевидно, консервативно-либерального толка, хотя в ней могут быть разные совершенно модальности и подходы, но, в принципе, они, как бы, хорошо обобщаются. То есть, мол, типа, была такая замечательная страна, вообще звали ее не Россия, вообще звали ее Российская империя, и вдруг под действием каких-то злых сил она сбивается с пути прогресса и в кровавых блужданиях возвращается на дорогу прогресса в 91-м году. Офигенно. Вот. Соединившись со всем прогрессивным человечеством, капиталистическим человечеством. В этой подходе советский период отвергается как выпадение из истории, которое понимается как история капиталистического производства, отношений собственности и национального государства. Что очень важно, что и Российская империя, и Советский Союз были наднациональными государствами. А Россия сейчас вот как бы оказалась таким очень молодым как бы национальным государством. Вот. Все в этой позиции как бы прекрасно, но ничего, немножко непонятно, а что делать с целым рядом как бы явлений, очевидно, даже для изнутри этой позиции, которые расцениваются как достижения. В том числе, очень серьезный как бы вклад в искусство, культуру, в социальное развитие. В общем, что такое было Российская империя до 1917 года, я думаю, рассказывать особо не надо. Вот. И картинка тут как бы серьезно усложняется. То есть какое-то возникает дребезжание. Вроде все так гладенько как бы нам рассказывают, но что-то не то. И есть как бы такой, условно говоря, назовем его левый подход. И вот сейчас в связи как бы с появлением новых левых и в России, и во всем мире, которые расценивают Октябрьскую революцию как главное событие в истории освобождения человечества, утверждение нового эгалитарного общества, последовавшего после ряда капиталистических катастроф. И главной катастрофой 20 века это бойня Первой мировой войны. То есть никакой бы революции в России не было, если бы капитализм не загнал как бы людей вот в эту как бы совершенно бессмысленную мясорубку, в которой погибло там, я не помню, 20 миллионов человек или что. И которая полностью изменила ход 20 века. Не революция, а вот именно Первая мировая война. И я здесь скорее придерживаюсь такого вот беньяминовского подхода к истории, когда вся череда вот этого как бы замечательного прогресса может быть интерпретирована как череда катастроф. И также как бы беньяминовский подход в его знаменитых тезисах отношения к истории, он во многом был сформирован, его конечно, рефлексии вот революции советского проекта. Я вот говорю о тезисах об истории, и, наверное, тезис об истории Беньянина – это, наверное, самая цитируемая книга последнего времени и сейчас как бы обретающая еще большую актуальность. То есть отношения к советскому проекту где-то артикулируются вот между двумя этими подходами. Они могут быть гибридизированы, могут как бы жестко как бы полемизировать друг с другом. И процессы перестройки, как бы расклада Советского Союза и постсоветского развития во многом эту полемику еще и подхлестнули, как бы глядя ретроспективно, всегда это помогает как бы оценить. И на дистанции, особенно как бы история СССР, это как бы очень четкая граница начала, то есть есть начало как бы Октябрьской революции, и здесь как бы конец, путь, распад Советского Союза, первые залоговые акционы и так далее. Давайте посмотрим генеалогию проектов в искусстве, сфокусированную на постсоветской теме. И здесь можно сказать, что постсоветскую тему парадоксальным образом начали разрабатывать внутри советского периода художники, которых я уже упоминал. Упоминал, это фигуры московского концептуализма, Кабаков, Булатов, Борис Михайлов, коллективные действия, без сомнения. И вот, я сейчас хочу понять, так, это мы на этот раз кочем. Это я вот просто подготовил, чтобы вы тоже так немножко представляли себе, не знаю, все ли помнят карту. Вот очень интересно, что группируются как бы вот эти зоны по Восточной Европе, Прибалтике, и в этом есть какая-то определенная своя логика. Вот. И вот московский по определению Бориса Гройса романтический концептуализм, вот сейчас вы видите картинку Булатова слева, «Слава КПСС». Ну, в те годы рисовать «Славу КПСС» это был зашквар нечеловеческий. Это было очень сложно сделать. А растягивать лозунги в лесу, ну, тоже вы себе представляете, когда все массы художников, неофициальных, так называемых, занимались какой-то там духовкой, там религией, вдруг обращаться к самому жесткому идеологизированному языку. и его как бы переворачивать. Это был очень сильный жест. Почему мне кажется, что он уже в основе своей постсоветской? Ну, во-первых, в беседах и Гройса, Кабакова, в самих как бы воспоминаниях, они очень часто рефлексировали свою позицию в таких... Они очень любили Леви Стросса и такую культурную антропологию. Им казалось, что они какие-то зафонные исследователи среди каких-то туземцев. И изучая их обряды, этих туземцев, как бы их язык, и как бы его воспроизводя, они достигали какого-то такого очень мощного остранения советского. И в этом плане я бы так полемически бы сказал, что это были первые такие постсоветские проекты внутри советского. Вот. То есть московский концептуализм... Ой, это я сразу же туда двинулся. Сумел уже в 70-е годы создать ряд высказываний, заставляющих нас совершенно по-другому посмотреть на феномен советской идеологии, языка, структур повседневности. Это Борис Михайлов. Я, к сожалению, не закопировал его в картинке, но я думаю, что он многим из вас известен. И этот вклад оказался очень важным во всём мировое искусство и более того, оказался, пожалуй, может быть, самым признанным после советского авангарда вкладом в мировое искусство. И никак не странно, что дальнейшее развитие как бы рефлексии на тему постсоветского делает Борис Гройс, человек, вышедший из круга московского концептуализма, главный его теоретик. Когда он уезжает в Германию в 82-м году, вы, наверное, прекрасно знаете, что он пишет «Гезамт кунстверг Сталин», пишет как бы о новом, и целый ряд статей о протагонистах, то есть о Кабакове, о Сорокине, о коллективных действиях, о монастырском и так далее, и тем самым как бы формирует как бы и историю московского концептуализма, и его в какой-то момент актуального в те годы развития. И в то же время он как бы делает задел на вот этот момент, как бы происходящий распад. И в 90-е годы Гройс совершенно правильно фокусируется на теме… Ой, это я где сейчас на двух экранах? Просто это немножко сложно. Гройс фокусируется на теме ключевого разлома, который отделяет переход от советского в постсоветский. Это момент приватизации. И я просто в каких-то других своих презентациях делаю гораздо больше акцент на проекте «Приватизирунген». Он был реализован как бы в Германии, потом путешествовал. Но сегодня я решил эту тему немножко снять, потому что очень много о чем нужно поговорить. Вот. И вот это, кстати, афиша приватизации его проекта, который был реализован в Кунстверке, в Берлине, в 2004 году. Но он стал результатом долгого исследовательского проекта, который он тоже проводил в Германии. И для Гройса, как главного, пожалуй, идеолога и московского концептуализма, теоретика, и вот этого первой волны рефлексии на постсоветского, это как бы очень для нас важная как бы история залога в Россию. Я вот как раз начал говорить о проекте «Пост коммунист кондишен», который был потом реализован в ЦКМ в Картруе. Огромный проект, это целый синкт-тенк. Андрей Фоменко, кстати, в нем участвовал с питерских таких вот переводчиков, исследователей, теоретиков. Борис Кагарлицкий, много кого, Борис Буден, Екатерина Дега, много, там просто целый спектр как бы авторов, в том числе и восточноевропейских. Кстати, сразу хочу сказать, что я делаю акцент на российской как бы ситуации, очень мало, включая примеров из Восточной Европы по целому ряду причин, что там надо еще дифференцировать более тонко и довольно сложно. Вот, он приехал в Лондон, там тоже он был реализован, в Сент-Мартинс, колледж оф арт, ну такой, не мейджа в Вене, но довольно приличный. Вот, и Палиховские изображения, это все, по-моему, 2004, да, 2004 год. Вот, дальше, очень любопытно, что параллельно очень серьезная рефлексия возникает бывшей Югославии, которая в этот момент вступает в период войн, то есть, вот, как бы, пожалуй, 1994 год – это Сребреница, это какие-то самые тяжелейшие преступления против человечества после Второй мировой войны, и вот где-то в 1998-1999 году возникает группа ВХВ, What, How and For Whom, и они делают такой очень жестко артикулированный проект, посвященный 152-й годовщине выхода Коммунистического манифеста. Но это для них был только повод, как бы, начать, как бы, актуализировать какие-то скрытые, важные аспекты и коммунистического движения в Югославии, и партизанского, и антифашистского движения именно в искусстве, прежде всего, этого района, и потом уже более широком, как бы, контексте, потому что сейчас они стали такими, в общем, может быть, самыми крупными кураторами из Восточной Европы. Вот. Но это тоже параллельно. Это вот 99-й, начало 2000-х, как бы, 2002-й год. Но очень интересно, сегодня я просто готовился, и, конечно, у меня очень сложное отношение с персонажем, как Бугаев Африка, но, с другой стороны, нельзя не отдать должное, что Сергей, конечно, в свое время сделал очень много ключевых работ, и его работа вот с Ануфриевым, дефлорация монумента «Рабочие колхозницы», когда они через люк влезли снизу под юбку колхозницы, это, в общем, по-моему, одна из самых таких иконических работ того времени. И дальше Бугаев сделал очень интересный, неожиданный ход, отчасти объясняющий его современный, как бы, такой путинистский, как бы, этап развития. Это когда он в 93-м году объявил, что у него началась жесткая депрессия по поводу распада Советского Союза. И так как у него были очень интересные связи, у Виктора Мазина с одним директором психоневрологического или какой-то, тогда это называли все психушка, в Крыму, в Симферополе, они тогда с Мазином отправились лечить Африку от этой депрессии вот в этот, как бы, интернат, где он создал очень много работ, которые потом представлены были на Венцианской биеннале в российском паилеоне в 2001 году и в музее МАК. То есть, на самом деле, это были такие очень интересные ключевые работы его такого еще до чеченского периода, который тоже, кстати, был очень неожиданный. И, кстати, совершенно сейчас забытые вещи. Можно по-разному относиться к Африке, но вот отчасти в этом контексте, мне кажется, не упомянуть его было бы неправильно. Вот. Вообще, с монументами тогда было очень все интересно. Все как бы пытались с ними как-то взаимодействовать, потому что, ну, представляете, вы вдруг живете в таком, как вот у Стругацких, пикник на обочине. Все улетели, остались какие-то руины, и что с ними делать? Ну, вот еще иконическая работа Осмоловского с очень таким тяжелым названием «Путешественница Зиузи к страну Бромбдингнеров». Ну, все ее знают как Маяковский-Осмоловский. Это почти того же времени. Та 91-го, Ануфри в Африке, а это 93-го года. Вот. И после этого возникает очень интересный кульбит, и за тему постсоветского берется Виктор Низианов. Кто не знает истории, в те годы у них были очень напряженные отношения с Гройсом, это была такая очень жесткая полемика. Ну, просто, чтобы ее так упростить, то есть, круг московского акционизма очень сильно не любил московских концептуалистов и пытался его, как настоящий авангардист и сбросить с корабля современности. Чего московским концептуалистам, которые тогда еще были относительно молодые, в общем, люди, не очень понравилось. И, как мне потом рассказывал и Борис, и Гройс, и многие другие, то есть, была создана такая атмосфера в Москве, что концептуалистам было очень неприятно сюда приезжать, была такая атмосфера неприятней. Институции не было, круг художников в тот момент, особенно молодых, вместо диалога был настроен очень резко враждебно. Ну, это одна из версий, на самом деле, они себя прекрасно чувствовали на Западе, выставка за выставкой, хорошие продажи западной галереи, то есть, просто был пик карьеры, и возвращаться в нищую постсоветскую Россию тоже как бы было сложно, и брать на себя какие-то сложные ответственности, хотя вот Бакштейн, тоже связанный с концептуализмом очень сильно, Леонид Бажанов отчасти меньше, чем Бакштейн, в то же время довольно активно работали, строили институции, то есть, это было такое очень бодрое как бы время, но проект прогрессивной ностальгии возникает в 2007 году, то есть, 2007 год, всегда имейте в виду, что если это выход, значит, проект начинался где-то за два, два с половиной года до, это был большой проект, он должен был путешествовать по трём музеям, концепция его, я бы сказал, была ближе вот к той группе, которую я называл ВХВ, в том плане как бы такое переосмысление советского наследия и солидарности, то есть, он пригласил в этот проект 15 художников, ну, пригласил он больше, из всех союзных республик, то есть, там начался проект по Средней Азии, были все художники очень интересные из Прибалтики, из Грузии, замечательно, из Армении, вот, но проект начался тоже очень по-советски, он был запланирован к открытию в 2007 году, его премьера должна была быть в музее, только что открытом в Таллине, в Куму, но проект не состоялся, почему? А вот почему, потому что буквально когда начался монтаж, возникла вот эта вот как бы ситуация с десоветизацией, декоммунизацией и переносом бронзового солдата монументу памятника павшим советским воинам во Второй мировой войне, который спровоцировал очень серьезные этнические волнения, вот, и музей в этой ситуации был просто вынужден отменить выставку, то есть выставка в Куму не открылась, она потом открылась в Италии, в Пратто, и где еще она открылась? Где ты еще была? В Москве, наверное. Вот что-то забыл, как бы дальнейшая ее судьба. Вот. Но была издана прекрасный, как бы, каталог, целый номер художественного журнала, где вот Виктор пишет в статье, что был еще, как бы, номер назад в Советский Союз, back in the USSR, 36-й номер, его нет в сети, вот, и, к сожалению, я не нашел у себя его в библиотеке, вот, Виктор обещал его прислать, но это какой-то безумный раритет, я так понимаю, потому что я вот его не помню даже. Вот. И, значит, да, кстати, и я сказал, что мало буду приводить примеры из Восточной Европы, а это проект художницы Кристины Норман, которая была потом приглашена делать павильон Эстонии на Венецианской Биеннале, и она сделала такую реплику золотого, этого бронзового солдата, привезла ее туда, и там были очень интересные всякие ритуалы, как бы, и с русскими, и с местными жителями, но потом всех тоже накрыла, как бы, эстонская полиция, вот, и, как бы, монумент, как бы, полицейские, как бы, конфисковали, вот, но это очень чудесный фильм, может быть, он даже есть в сети, но я думаю, что многие его даже, может быть, видели, а Кристину Норман, может быть, помните по участию в манифесте, где она делала проект с Эльвирой Кахидзе, вот, на Дворцовой площади, тоже, как бы, вызвавши такую неоднозначную реакцию, вот, но идем дальше, то есть я хочу вас просто вот так вот загрузить, как бы, вот этими подходами, интерес продолжает воспроизводиться, то есть 2008 год, возникает парадоксальная вещь, парадоксальный интерес, такой, вроде бы, через отрицание, то есть, когда мы еще часто говорим о постсоветском, мы часто употребляем термин бывший Восток, то есть бывший, то есть ФОМА, это как бы страны советского блока, и такая небольшая институция, БАК организует огромный проект на три года, по-моему, с 2008 по 2012 или 2013 год, называющийся бывший Запад, исходящий из простой, как бы, предпосылки о том, что если мы говорим о бывшем Востоке, то Запад тоже становится бывшим, ну, как бы, как два таких оппонента, в котором, как бы, когда они, как бы, или расходятся, или сходятся, но все равно как бы произошло событие, после которого поменяло все. И в рамках этого проекта, который замечательно просто заархивирован на веб-сайте, конечно, много дискуссий связано именно с восточноевропейским контекстом, и, как бы я сказал, центральных, может быть, дискуссий, то есть очень высокого уровня, то есть один из самых, пожалуй, уникальных таких вот архивов. ФОМА В. И в 2009-м возникает, да, 2009-й, как раз 20-летие было, вот сейчас уже 30-летие, чешские товарищи отметились из транзита, сделав проект «Монумент трансформации». Тоже, кстати, проект великолепный вот сейчас существующий архив, очень рекомендую. Збинник Баладрана, Вит Хараванек, вот кураторы такие вот из Праги, сделали очень-очень интересный проект, он тоже катался, он был более камерный, более дискурсивный, может быть, хотя уж более дискурсивный, чем ФОМА В. вообще сложно себе представить, там практически не было выставок. Вот, и это тоже, как бы, мне кажется, ну, я рассказываю о таких, как бы, совсем мейджи-мейджи, таких главных-главных, можно сказать, и, как бы, очень еще дорогих проектов. Вот. И последнее, да, вот это Атлас Трансформации, там великолепный, как бы, вот у меня просто открыт на букву П, они сделали великолепный словарь, то есть это просто была невероятная такая вот работа, такой вот, как бы, алфавит, вот все, что на букву П, но там заказаны были статьи, как бы, очень интересным автором, поэтому от порнографии до постколониал постсовет, все очень интересно читать, это такой очень хороший, интеллектуальный, очень бодрый такой текст. Вот. И в 2009 году параллельно этому выходит одна из, может быть, самых ключевых книг, впервые, может быть, поставившая под вопрос они параллельно с этим кончают. Это книжка Бориса Будена «Фон энде дес посткоммунизма», то есть о конце, пред конце посткоммунизма, то есть на самом деле еще тема, которую мы обсуждаем, она существует в трех, как бы, таких вариантах, помимо бывших, ну, бывшая, это такая, скорее, замечательная такая, словесная такая игра, то есть есть постсоветская, в которой чаще всего употребляют, конечно, в контексте российском, есть постсоциалистическая и посткоммунистическая, и между исследователями часто идет спор, вот Буден употребляет только посткоммунистическое, вот, хотя, как бы, мы понимаем, что коммунизма не было, что он только строился, в то же время из позиции Гройза, а вроде бы, как бы, строили, но что-то построили, в принципе, мы имеем право называть это, как бы, коммунистическим, и сегодня я буду дальше говорить об антикоммунизме, где слово коммунизм опять всплывает, но вот эта вот книжка Бориса Будена, она вот, зона перехода, она как бы очень принципиальная, не переведена ни на английский, ни на русский язык, существует только немецкий. И в один прекрасный момент, аж в одиннадцатом году докатилось все до Нью-Йорка, вот, но не без помощи фонда ВАГ, вот, музей, новый музей в Нью-Йорке делает выставку о стальге. Более, конечно, сопливо, название придумать сложно, они, по-видимому, долго сидели с пиар-отделом и поняли, что, наверное, стоит вот так прямо врезать. Вот, хотя слово о стальге в английском контексте непонятно, это немецкое слово, ост, это ист, истальджи, а, ну, остальджи. Вот, выставка пафосная, огромная, очень хорошо сделанная, Массимилиано Джани, дико элегантный куратор, то есть человек, как бы действительно выстраивающий какие-то напряжения, вот именно в дисциплине, дисплей выставки, вот, и когда мы вот у нее участвовали, помню, было очень интересно прочитать прессу после открытия, а пресса была просто милейшая, о том, боже мой, наконец-то мы в Нью-Йорке увидели каких-то неизвестных, странных вообще художников, просто как зверушки какие-то вот им привезли, вот, выяснилось, что они не знают ни одного имени, то есть, как бы для нас, вот к 11-му году, целый спектр, как бы имен из Югославии, из Польши, из бывшего ГДР, это были, как бы, крупные очень звезды, это очень серьезные, как бы, мастера с огромным корпусом работ, а тут ты понимаешь, что, как бы, корреспонденты Нью-Йорк Таймс, они просто не знают и не могут выговорить эти имена, там, Саня и Вико Витч, окей, ребята проснулись, вот, то есть, и вот именно после этой выставки начался развитие отдела восточноевропейского искусства в МОМе, потом Тейт там что-то начал делать, по-моему, сейчас уже закрыл, но МОМа продолжает, кстати, вот, то есть, они поняли, что, как бы, экспертизы по этой территории у них просто вообще нет и, когда экспертизы нет, как сказал бы Борис Грой, значит, она просто не нужна, потому что, если есть интерес, то сразу возникает экспертиза, экспертов дофига, вот, людей, занимающихся этими вопросами, очень много, в чем совершенно, потрясающих, вот, но, по-видимому, это не входит в приоритет, и почему не входит, мы тоже об этом будем говорить дальше, и дальше пробегая, возникает в 12-м году, уже после, так называемых, вот этих зимних каких-то событий, первых таких серьезных протестов в Москве, возникает проект, который инициирует Польский музей современного искусства, он только что открылся в Варшаве в 11-м году как раз, вот, и возникает проект уже пост-пост советского, выпускается книжка с замечательными текстами, уже появляется Пуссирает, как вы видите на обложке, уже появляется группа «Война», то есть возникает еще одна такая вспышка как бы интереса, и, по-моему, редакторы были Будрайскис и Екатерина Дегой, если не ошибаюсь, можно уточнить, вот, и это как бы очень тоже важная, на мой взгляд, публикация, там очень много серьезных текстов, она идет практически одновременно с берлинской биенналью, которую курировал Артур Жнеевский, и где, как раз, в отличие от всех других биеннале, вот, в предыдущей берлинской биеннале, там не было ни одного как бы художника из Восточной Европы, там были почти исключительно художники из Африки, вот, сейчас курирует команда латиноамериканская, скорее всего, русских художников тоже мы там не увидим, а вот в этот момент вдруг хоба, и там вдруг выясняется, что там участвует 20 польских художников, что тоже появилось как бы неким перебором. Вот. И, значит, мы начинаем, уже прочертили какую-то вот траекторию, потому что вот с последнего вот как бы проекта прошло еще, как бы, условно говоря, 7-8 лет, и в мире изменилось как раз именно за эти 7-8 лет очень много, что, мне кажется, стоит немножко отрефлексировать. Вот я, вот все водички на этом месте, пойдем дальше, дальше будет такая больше теоретическая часть, и именно те самые пресловутые 5 тезис. В общем, тезис первый заключается в том, что возвращаются те политические противостояния, берущие свои истоки во время Холодной войны. Вот. И здесь, я думаю, не будет никакого сюрприза для вас. Тезис довольно простой. И очевидно, что это противостояние началось уже давно, и оно имеет тоже, на мой взгляд, постсоветские истоки. Я бы ее прочертил где-то к середине 90-х годов, когда страны НАТО нарушают договор с Россией о нераспространении на Восток. Поэтому возникает такой вопрос, где кончается Запад. То есть Запад постоянно как бы экспонсирует. И это порождает, с одной стороны, паранойю, с другой стороны, ответную как бы реакцию нашей страны на эту вот как бы ситуацию, которую как бы сказал наш президент Путин, обман. Ну и как бы об этом говорил и Горбачев, и Ельцин, что Россия по-прежнему воспринимается как угроза, от которой надо защищаться. Опять же, в этом как бы нет ничего нового, и действительно, как бы вот эти вот последние стычки, как бы, если не стычки, вот с Грузией, как бы такая первая такая военная вспышка, мюнхенская речь Путина в 2007 году, и последняя вот как бы война с Украиной, аннексия или присоединение Крыма, как кому нравится в России называть, вот, война с Сирией, участие в России с Сирией, то есть все это втягивает в какое-то очень серьезное геополитическое напряжение, которое, в принципе, как бы, Венесуэла, она вся, как бы, абсолютно, вот идет генеалогия этих всех, как бы, конфликтов, все идут, как бы, из советского времени, и как бы является его продолжением. И в этом контексте Россия снова оказывается в зоне медиа, в зоне внимания, на первых полотах газет, но абсолютно в такой черной, как бы негативной коннотации, как раньше был Советский Союз, как бы империя зла, то есть, как бы, везде шпионы, везде КГБ, постоянно кого-то мочат, что-то там захватывают, куда-то вторгаются, ну, в общем, какой-то кошмар, то есть надо, как бы, больше ракет, больше танков, там, больше военных баз по всему периметру, чтобы вот это зло, как бы, изолировать. Вот. И у противника надо не просто изолировать, надо его изучать. Поэтому, собственно, возникает еще, как бы, тоже такой, как бы, сдержанный такой интерес. И нам, как работникам культурного производства, независимо от, как мы относимся к нашему правительству, то ли мы его поддерживаем, то ли мы протестуем, все равно мы, как бы, оказываемся отрезаны вот от этих источников международного финансирования, которые всегда, как бы, геополитические конъюнктуры. Не будем это, как бы, сбывать, так и от партнерства, как бы, внутри, как бы, Европейского Союза и более широко. И эта ситуация нас неизбежно приводит к анализу следующего фактора. То есть воспроизведение новых моделей восточноевропейской и российской субальтерности. Я думаю, что надо расшифровать это слово, оно такое довольно специальное. То есть формирование подчиненного субъекта, занимающего угнетенное положение по отношению к западному хозяину, мастеру дискурса и которое администрирует ресурсы и производит языки включения и исключения. Что я вот хотел под этим тезисом вам и рассказать. Вот, это я что-то туда вот вернусь. Мышь, мышь, мышь. Вот. То есть, опять же, колонизаторская позиция по отношению к России и ко всему, к востоку, от Одера, это не фикция, это вполне себе материальный факт истории и, похоже, вообще никуда не ушедший. Как и серия войн, конфликтов и вполне каких-то очевидных различий в экономическом развитии. И даже многими любимый Маркс, собственно, можно сказать, вообще презирал различные формы того, чего он называл азиатчина, и к которому он без сомнения относил Россию, считая ее безнадежно отсталой страной, которой требуется время вот для этого самого догоняющего развития, для уровня современного ему развития производительных сил и капитализма за образец, который бралась как бы вот эта вот Англия. Вот. И действительно, как бы даже вот такая вот марксистский анализ очень часто напоминает вот эту общелиберальную позицию, с которой мы начали, что да, вот все развитые страны ожидали, когда Россию стремится догонять и экономически, и демократически и так далее, наверстывать упущено. Окей. Это также как бы структурировано в воспоминаниях о всяких поездках русских на Запад. Всегда это шараханье такое, от обожания до презрения и жалости. И опять же имеет, может быть, смысл вспомнить вот это проклятие восточного христианства, которое как бы не совсем христианство. То есть можно дойти там до крестовых походов, когда пришли прекрасные западноевратейские люди там из Франции и Германии и просто расхерачили там цветущий Константинополь как бы полностью, ну потому что как бы веру решили они не совсем правильно. Вроде христианское, а вроде какая-то не так. Ну за этим стояла как бы сугубо жажда наживы, как мы понимаем, но тем не менее событие это произошло и его назад отыграть сложно. В общем есть тяжелая наследственность у этого западного господского дискурса, который прямо изнутри него и везде ставится под сомнение. И как писал Фанон, главный теоретик деколонизации, Come comrades, the Europe game is finally over, we must look for something else. Европейская игра закончена, надо смотреть на что-то другое. И в этом плане очень любопытно, что во многом как бы и современный как бы путинизм построен на своеобразном прочтении и таком апроприации деколониального поворота. То есть вот идеология как бы у путинизма ее слощенно анализировать, она очень гибридная, очень непоследовательная, очень такая дробленная, но вот сурковская версия, если кто еще помнит вот суверенной демократии, как такого политического пространства, свободного от оценки и вмешательства извне, ну типа как хотим своих холопов наказываем, а хотим сами там, может быть, позаботимся, как Бог велел, ну а хотим там и убьем там, но главное, что это мы делаем, чтобы без всякого внешнего вмешательства и в этом плане и в этом есть, конечно, такая перверсивная, такая деколониальность суверена как бы такого. Вот. И постоянный призыв российской власти давайте говорить на равных, давайте говорить на равных, а кто такие, собственно, все постоянно говорят, ну посмотрите на вашу экономику, у вас там люди без туалетов живут, без горячей воды, ну а как с вами можно вообще на равных вообще говорить? Ну вот ракет у вас много, вот это, конечно, единственный аргумент. Вот. И вот это вот странное такое российское настаивание на своей отверженности, очень старых обидах, какой-то гордости и все это прочее, это очень не похоже на веемницу в Германию, вот мне очень не нравятся вот эти сравнения как бы с Германией, там совершенно другая история, там совершенно равноправный диалог, как бы такой другой тип суверенности. Вот. Но что с этого имеют художники и работники культуры? Состояние вот этого довольно критического и такого скорее к аналитику надо идти, а не к политику противостояния. Вот. Они, как я и говорил, они имеют реальную исключенность в мировой системе искусства, то есть это не фикция. Вот. Если они не активны, не согласны с политикой, даже если не согласны и согласны, все равно исключенность есть, но, конечно, художникам-диссидентам легче интегрироваться, потому что есть, конечно, спекулятивный запрос на антипутинизм, на определенное соответствие политики идентичности, которое сейчас будет предложено западными феминистками, западными постколониальными исследователями, университетами. Это все есть. Но я бы сказал, что в этой довольно проигрышной ситуации именно наследие советского может пойти в помощь. И здесь такой, я предлагаю, очень сложный кульбит, это как бы перезахват универсального. То есть, на самом деле, универсальное это вообще очень сложное философское понятие, очень важное для понимания вообще искусства и истории искусств и в то же время как бы его деконструкция тоже нам очень много говорит о том, как производится современное культурное пространство. Я бы сказал, что очень важно показать, что без нас мир не полный. То есть, мы можем начать с меня, без меня мир не полный. То есть, без моей позиции, без вашей позиции вы все время оказываетесь в состоянии неполноты, а вот именно универсальность, она состоит из полноты. И здесь, мне кажется, очень важно сказать, что универсальность, она не как бы не западная, не колониальная, не патриархальная, она ничья. То есть, она принадлежит всем и в то же время ничья. Вот это всеобщее ничейное, это очень, мне кажется, такой советско-коммунистический, такой очень радикальный подход, очень радикализирующий вот эту деконструкцию универсальную, которая абсолютно необходима. И когда вы вдруг начинаете говорить с подобных позиций, со своими западными коллегами, они всегда слегка офигевают, потому что они понимают, что их деконструкция универсального, исходящая как бы из фрагментации, дифференциации, идентичности, рядом вот с этим радикальным как бы отрицанием, просто она так немножко просаживается и становится таким очень важным, мне кажется, сообщением. Но его сложно делать, но советская тут может немножко нам помочь. вот, не знаю, поняли ли вы меня, но потом уже мы все будем. Третий такой очень легкий тезис, самый легкий, пожалуй, это вот говорим мы о ойбле, мы говорим о этическом повороте в публичной сфере искусства, когда легитимность, то есть возможность говорить все больше оценивается на основе принципа аутентичной принадлежности. Ну вот последние как бы скандалы, если еще там в 70-е годы там наш культовый режиссер Райнер Бернер Фассбиндер мог снимать там десяток фильмов о жизни женщины и никого в общем не вызывало вопросов почему вот мужчина как бы так вдруг рассказывает нам о мире женщины всем это очень было интересно и естественно нормально. Сейчас я думаю что это было бы немножко более сложнее или там белые художники говорили о коренных народах там о чернокожих там ну много о чем говорили то есть прозамевалось опять вот это универсальное право на какое-то высказание на репрезентацию сейчас оно абсолютно рассыпано вы можете говорить только о том кто вы и где вы и в этом повороте есть как бы свои плюсы и как бы свои минусы но это опять же материальная реальность нашего как бы повседневного существования и то же самое сейчас вот по-прежнему конечно приезжает много ребят замечательных и из США и там откуда угодно делают там про Россию там про нашу жизнь и прекрасные проекты делают вот но в то же время все это больше и больше ставится под такое вот сомнение то есть в принципе все время подразумевается что вы должны быть как бы тождественны аутентичны с той жизнью которую вы ведете чтобы иметь право быть услышанным иметь право на высказание вот такой простой тезис и в этом плане конечно же где родился там и пригодился то есть как бы то есть если мы тут ну скорее всего делать проекты там пингвин в Антарктиде нет пингвин в Антарктиде наверное можно ну тоже наверное не очень хорошо осудит осудит вообще лучше про пингвинов не надо четвертый тезис будет тоже довольно такой простенький но с другой стороны он посложнее даже у меня про него по-моему больше написано да это тезис о новой волне антикоммунизма парадоксальным образом возникающей в момент полного разгрома лет откуда он берет и ну вот не будет приличением сказать что весь 20 век это век борьбы капитализма капитала и коммунизма и в этом противостоянии капитализм готов задействовать самые мракобесные формы фашизма национализма фундаментализма военных ум геноцидов то есть вот в этом как бы родовая угроза отношениям собственности и вот капиталистических как бы накоплений поэтому можно сказать что силы были неравные хотя вот 20 век так еще немножко балансировал но победил капитал вот такая вот реальность но почему-то при этом антикоммунизм он никуда не исчез и сейчас как бы переживает свои формы какого-то возвращения от каких-то очень банальных знакомых вот как мы смотрели Кристину Норман там Таллин там декоммунизация как бы вопросы как бы о наследии Второй мировой Великой Отечественной войны или такой постмаккартийской формы политической борьбы как США когда там постоянно там кого-то шульмуют там вот ты коммуняка там ну это значит это просто законченный подонок вообще хуже ничего нет вот и вроде бы это продолжается по инерции в Латинской Америке вот Бальсонара там он постоянно там борется с какими-то левыми вот тоже борется с какими-то левыми но левый это действительно несчастливый и антикоммунизм отчасти прав он понимает что любая победа это как вот это вот желание освобождения там справедливости она везде как бы разлита и вот как-то надо с ней максимально эффективно бороться лучше конечно бороться как бы консумеризмом различный лайфстайл но все равно все до конца вот как бы не удается победить и вот эта вот идея о том что коммунизм это такая родовая видовая характеристика как бы человека она созвучна всяким эссенционалистским спекуляциям и опять же как бы сближает вот восточные европейцы и в России больше думают о справедливости чем о свободе не уважают частную собственность склонны к общинной жизни ну и в России вот говорят поэтому там капитализм так плохо переживается потому что вот мы какие-то вот такие немножко другие и мне честно говоря такая интерпретация очень нравится то есть правда вообще очень люблю какие-то эссенционалистские какие-то вот идеи такие актиомы потому что мне кажется что довольно сложно разобраться что социально сконструировано а что нет тем более что в конструировании никогда не начинается с чистого листа вы не можете ничего сконструировать как бы из ничего всегда что-то есть то есть ну вот скажем любая нация она однозначно сконструирован и постоянно переконструируется. Но существует какое-то реальное или же мифическое, что, кстати, совершенно все равно, событие, которому любая нация хранит свою верность, закрепленное в языке, культуре, истории, сказках, все прочее. То есть это такая вот вещь, к чему вот это я говорю, что антикоммунизм, такой проект постоянно пугающий ГУЛАГом, Сталином, Уравниловкой, Экономической Осталости, всегда будет подогревать интерес, а что же там такое, почему вот это все время как бы переизобретается и все время как бы проявляется снова. И в этом плане мне кажется вот этот вот страх как бы все время вот этого какого-то человеческого потенциала освобождения, и в этом плане вот сейчас я вот только что, кстати, Буден, к сожалению, не приедет, но вот наш анализ совпал, что вот сейчас как-то очень интересно, что вот эта реактуализация антикоммунизма как бы подстегивает как бы обратную как бы такую теневую сторону вот, и каких-то новых форм освобождения. Вот, и последний тезис, он такой скорее сугубо практический, то есть, как говорят очень многие, то есть мы живем в каком-то дико недоисследованном месте, то есть мы очень плохо знаем и себя, и место, и языки, которые, описания, которые возможны, и этот целый вот как бы клубок вот этой как бы территориальной исследований, исследований, связанных с территорией, он мне кажется вот сейчас очень интересен, и на новом этапе как бы нас все время будет как бы вот так вот шатать между прошлым и будущим, как бы копаться в настоящем. По-моему, очень интересно. И вот в конце, я вот пять тезисов как бы сказал, я хотел просто скакнуть восемнадцатый год, когда Мадина Тластанова выпустила вот свою книжку «Вадазат минту дипо соби». То есть хоба, восемнадцатый год, вдруг такой как бы крепкий такой вопрос, что это означает. И она, кстати, занимается искусством. Вот в этой книжке это как бы «Decolonial Art». Она вот приедет, мы обязательно с ней поговорим об этой разнице, опять же, исключение постсоветского и постколониального, которое вообще не описывается, никогда этим не занималось. И вот этот деколониальный поворот, как бы обретение субальтерным субъектом своей как бы идентичности, вот, не идентичности, своей субъективности, конечно же, и такой отчасти радикальный, он, мне кажется, вот очень важным. И если говорить по существу, я просто совершенно вот случайно, вот вчера вот тут Леша, по-моему, Маркин присутствует, есть такой замечательный кооператив «Красная шпана», вот, они вчера делали презентацию в ДК «Розы» о своих проектах, и вот, по-моему, тоже такой очень яркий пример такого постсоветского исследования, основанного на каких-то очень локальных эпистемологиях. У них один проект, так как коллектив между Украиной и Россией, то у них вот один проект просвещен в Мазепе, а второй вот проект Алексей вчера принес книжку «Кому принадлежит авангард?» Вот эта битва, то есть Малевич, он украинский или он русский, и как вот постоянно все тянут одеялами, вместо того, чтобы сказать, что он ничей, ребята, отстаньте от Малевича. Он очень дорогой просто, вот в этом проблема. Слишком дорогой для наших нищих стран, ну, очень неприлично дорогой. Вот, а так вот, в принципе, вот Ирина Корина, по-моему, блестящий образец, как бы, постсоветского художника от фактур до какого-то вот понимания вот этого пространства. То есть ты понимаешь сразу же, откуда говорит художница и что за ней стоит. Я по одной буквально работе, так, назад в будущее, там, ну, это еще старая ностальгическая такая работа. Ну, конечно, монстр Арсений Желяев, то есть тут не будем списывать, сочетов, то есть его проекты связаны с космизмом, с советской музеологией, и с завязки их на современные протесты. Вот этот проект Третьяковской галереи, посвященный Окупай-Абай, вот, и какие-то использования элементов советских находок эстетических. У него совершенно замечательный проект, посвященный своему отцу, который стал из инженера в Челночнике, когда вот он построил вот эти, как бы, каркасы вот этих палаток, в которых люди торговали на рынках. Совершенно потрясающая минималистская структура, но то, как Арсений создает нарративы, это совершенно очень мощный, как бы, уже корпус работы. Вот. Ну, это тоже вот Желяев, его, как бы, исследование космизма, это вот как раз относится к той зоне, когда художники современные осваивают какие-то недоисследованные и, может быть, позабытые феномены советского прошлого. И вот в этом плане, как бы, космизм, это стал одним из крупнейших интеллектуальных явлений, наверное, последней художественной жизни, международной, вот, тоже не без помощи, конечно, Бориса Гройса, который занимался космизмом, можно сказать, всегда, будучи религиозным философом, для него это, как бы, всегда была одна из центральных тем. Вот. То есть, как бы, очевидно, очень яркий, интересный художник Хайм Сокол. Вот непонятно все-таки, насколько, но вот его работа, вот как бы, с темой миграции, вот эта вот карта, вот я начал презентацию, как бы, с карты, вот как бы, по советской территории, вот эта карта, использованной половой тряпки, сшитой половых тряпок, как-то, как бы, Россия. Вот. Это очень сильное какое-то высказывание. И, кстати, на него, как правило, на эти работы не очень часто прыгают всякие там ревнители нравственности и всего прочего, но вот эту работу как раз атаковали, что вот силуэт России – это святая вещь, и с тряпок его, конечно, делать нехорошо. И вот пошли у нас все-таки долго, мы их ждали, вот люди моего поколения, когда же появится настоящее такое деколониальное такое вот искусство современное из каких-то национальных республик. И вот появился Афлан Гайсумов, совершенно замечательный художник из чеченской беженской семьи. И вот эти заборы, простреленные как бы во время войны в Чечне, которые он представляет, и его старики, молчащие как бы о депортации, как бы 12 человек набивающиеся, старые жигули, как бы беженские такие темы, очень местные, очень постсоветские, очень сильные и очень востребованные. Таус Махачева – замечательная, тоже, по-моему, авторы, очень разнообразные, очень, это вот как бы обряды в Дагестане, когда люди переделывают свои автомобили, как бы шкурами их облепляют, там всякими. У нее замечательный фильм про дагестанского борца, то есть, ну, в общем, много всего. А вот это ее главная, самая популярная вещь, когда канатоходец переносит над бездной картины из архива дагестанского музея, как столица Дагестана. Махачкала, Махачкала, Махачкала музей, вот, стало такой одной из самых, как бы, очень серьезных, знаковых работ. И в конце я, может быть, немножко… Есть еще время-то там, кто-то следит, на час, на час, на час 15 выступает, да? Вот, я просто хотел вас обратить внимание на то, что вот мы… я даже, вот, честно говоря, вот тут присутствует и Нина Гассева, и Цапли Ольга Егорова. Я вот могу сказать, что мы всегда так как-то до последнего времени не очень рефлексировали. постсоветские мы художники, не постсоветские художники. То есть как-то это нас не то, чтобы мало волновало, но… Ну, как-то мы этим сильно не занимались. А тут посмотрел на наши работы, батюшки мои, все постсоветские. Просто, просто все. Вот можно взять фильмы, видео. Вот просто даже посмотрите. Я не буду вам ничего показывать, они все на сайте есть. Может, вы что-то там видели? Или… Нет, раздумайте, фильмы видео. Воу, фильмы видео. Ну, давай смотреть. Строители постсоветских – постсоветских. Дрейф на арте застал. Постсоветский – постсоветский. Человек-бутерброд – постсоветский – постсоветский. Гнев человека-бутерброда – явно постсоветский. Перестройка – зонгшпиль, триптих. Постсоветский – не бывает. Это, я могу сказать, просто образцовая работа. Матч протестов. Сидиан Кирова. Ну, да, башня зонгшпиль. Партизанский. Ну, это просто югославы просто вот очень любят. Постоянно в каких-то выставках участвуют. Давай, Оль, посмотрим дальше. Ну, вот эти, конечно, не совсем. Это уже такие нерусские работа. Приграничные отчасти. Да, там все-таки Никель, Киркинесса. Ну, очень много постсоветского у нас творчества. Честно вам скажу, и я очень рад, что мы всегда к этой теме уже с самого начала постоянно стремились. Вот, я, честно говоря, не хочу заниматься самопиаром, то есть у нас его как бы хватает и в этом плане. Вот, поэтому мне бы хотелось услышать ваши какие-то вот реакции. Наверное, у нас есть еще какое-то время для обсуждения. Вот, а на сайте можете посмотреть, на самом деле, у нас еще очень много газет, связанных как бы с различными проблематиками. Из них вот как бы очень много тоже, как бы сказал, связанных с темой. И последнее время вот мы, кстати, не, опять же, не без помощи музея «Гараж» ведем проект такой исследователь, связанный с домами культуры. Вот, и занимаемся в ДК Розы. Ну, потому что мы любим такие, то, что называется, активистские исследования. То есть, если ты хочешь исследовать ДК, надо открыть ДК. А все остальное, как бы, пусть занимаются какие-то академические люди. Вот, поэтому если кому в конце будет интересно взять эту газетку, то не стесняйтесь, подходите, берите. Вот, можно их, мы всегда печатаем бесплатно. И тоже заходите, ДК работает живой, здоровый. И там очень много происходит всяких интересных событий. Ну, вот, думаю, что на Юрчака, может быть, вместе как-то пропиарим, да? Спасибо большое. Если у кого-то есть вопросы, я передам вам микрофон. Здравствуйте. У меня даже, не знаю, перейдет ли мой комментарий вопрос в итоге. Спасибо, что ты так интересно очень рассказал. И мне кажется, это в какой-то степени такой очень тоже, как бы, ты говорил, что каждый должен говорить как бы за себя, там, не знаю, black community говорит за black community, феминистки говорят там от лица феминисток, и нельзя говорить мужчине или можно, я не знаю, вопрос. Но ты, как бы, придерживаешься, все-таки, мне показалось, линий, ты говоришь, как бы, от лица, может быть, какой-то российской ситуации. Во всяком случае, мне так показалось, как бы, определяешь. И мне хотелось бы, может быть, сказать, как раз, ты говоришь много о постсоветском, и говорил тоже про то, что есть еще посткоммунистическое состояние или постсоциалистическое, что есть определенная тоже конкуренция между этими понятиями. И постсоветское, оно в какой-то степени интересно тоже в том смысле, что посткоммунистическое, оно, как бы, сложно употреблять, потому что не во всем варшавском логике коммунистические партии были у власти. Поэтому тут возникает постсоциализм, вроде, как бы, может быть, это больше, как бы, может охватить, но тоже, как бы, идеологический момент здесь присутствует. А постсоветское, оно, как бы, идеологическое, но оно еще и географическое. И в этом смысле тоже важно, потому что, как бы, постсоветское, оно отсылает, как бы, к бывшему Советскому Союзу. И при этом, как бы, исключает в какой-то степени опыт Восточной Европы, например. Или есть этот, тоже вопрос, как бы, есть ли общее, есть ли, или полностью этот опыт идентичен, или есть у каждого свой опыт, у каждой бывшей, как бы, страны Восточного Блока, или Югославии, и так далее, и так далее. То есть это, на самом деле, довольно сложный вопрос, и сложный вопрос для изучения, на всяком случае, как я это понимаю. С другой стороны, мне интересно, что ты говорил, как бы, последние примеры, которые ты приводил, они, скорее, как бы, вот уже из российского, как бы, опыта, там, как бы, Чечни, Дагестана. Но постсоветское, конечно, нельзя не говорить, потому что есть еще опыт, там, Украины, Белоруссии, Средней Азии. И, конечно, вот здесь вот эта сложность универсального, как бы, да, потому что, во всяком случае, из постсоветского, как бы, опыта, потому что, говоря, когда ты говоришь, там, скажем, о российском постсоветском, то, как бы, не звучит, там, украинское постсоветское, или белорусское постсоветское, или киргизское постсоветское, И оно на самом деле тоже все разное. И оно тоже требует озвучивания, произношения. И тогда, может быть, это будет более полный опыт, но, конечно, не универсальный опыт еще. И, может быть, если к вопросу, еще раз мог бы ты сказать, потому что в немецких университетах тоже часто ставится такой вопрос, что есть ли постсоветская сегодня? Потому что, может быть, уже есть национальные опыты, а постсоветская это уже что-то прошлое. То есть мы изучаем прошлое, но не то, что еще длится, в отличие от постколониальной теории, которая тоже вроде закончилась в колонии, но пост длится. И есть некий меркмали, то есть, как это сказать по-русски, свойства постколониального. Может быть, тоже еще к этому, какие вот свойства постсоветские, там вот как бы, как мы вчера говорили про гибридность опыта, я не знаю, мимикрия, то, что вот часто говорят в постколониальной теории. Есть ли такие вот опыты в постсоветском и вообще насколько совпадает постсоветское, например, с постколониальным или вот как ты любишь говорить деколониальный опыт? Вот такой вот у меня большой комментарий или, может быть, еще даже вопрос. Леша, тут на несколько, тут сразу спасибо за комментарии. Тут на самом деле, видишь, сразу просто ответь по поводу украинцев, белорусов, киргизов. Белорусское искусство совершенно, тотально постсоветское, то есть проблемная группа там. Все, то есть вот на самом деле и в Украине, и в Белоруссии. Художники намного более, мне кажется, чувствительны вот какой-то местной особенности, чем вот, мне кажется, в России и в каком-то социальном таком контексте. Но в Украине сейчас такой, конечно, крент, такую как бы коммеморацию, историзацию, политику памяти. Вот у Кадана прежде всего, вот, но у Рыбного война там. Нет, мне кажется, там много хороших позиций. Вот. Про поводу Бишкека будут выступать Георгий Мамедов и Мадина Толстанова, Тлостанова тоже. То есть в этом плане для меня как раз, вот, если говорить о целиком о программе, было важно вот это балансировать. Вот. Карина Люсей Апостол будет говорить скорее тоже из восточноевропейского какого-то феминистической перспективы, потому что, вот, как бы, позиции, как бы, очень недооцененные вот каких-то женщин-художников того времени, и вот именно в переходный период они сейчас, как бы, становятся, по-моему, центральными вот для развития современного какого-то местных ситуаций. Вот. А по поводу вот этой терминологии, ты знаешь, я не знаю. Я все-таки не совсем академический человек, мне это, может быть, не так интересно, если Буденна оставит на пуск коммунистический, ну, прекрасно. Но вот что объединяет парадоксальным образом, это все-таки вот эта вот так называемая субальтерность. Вот. Если вы даже путешествуете, я не знаю, могу говорить, опять же, только за себя, но на самом деле болтаю с другими людьми, и очень часто видишь, насколько тебе, ну, как бы, так сказать, ну, не то чтобы приятней, но тебе легче, как бы, находиться в восточноевропейских постсоциалистических контекстах. Даже с молодыми поколениями, в которых вообще нет живого опыта. То есть, какое-то вот наследие, какой-то другого типа отношений, оно еще до сих пор как бы теплится, оно еще живо. Опять же говорю, можно говорить и санкционалистки, что там какие-то совсем какие-то дремучие какие-то пласты, которые собрались, но собрались, но поэтому там, собственно говоря, общество вне частной собственности. И как бы эхо этого общества, оно по-прежнему отражается и делает нас отчасти как-то ближе, потому что, ну, многим вот как-то сложно существовать вот в судьбу бы рекламентированном, бюрократизированном, таком предельно отчужденном западном, при всех его достоинствах. Но это тоже такая-то вот интересная очень ценность. И мне кажется, вот, я забыл в конце вот привести пример тоже, по-моему, одного из самых замечательных постсоветских художников, давно живучих в США, Жени Фикса, вот, и с его статьей программы «Ответственность постсоветского художника», который, мне кажется, просто манифест. И Женя как раз говорит о том, что вот здесь вот в этом плане тоже вот этот современный поворот, что надо брать ответственность за территорию, то есть не за страну, не за нас, а вот именно то, где ты вырос, со всеми какими-то вот контекстами. Можете это интерпретировать как, как этот философ запомнил имя, он, ну, милеотарь. Сейчас самый модный философ, кто сейчас? Самый модный философ. Модней не бывает, все его читают. Не постсоветский совсем. О природе все. Ну, блин, на Л. Латур, конечно. Слушай, вот как вот вытеснение такое. Вот заговорит. Да, вот, ну, по Латурам можно, да, там. Вот Оксана Тимофеева сейчас такой предпринимает уникальный проект спасения, как бы, земли и почвы, то есть, как бы, отнятие этой, как бы, термином фашистов, как бы. Тоже, по-моему, очень интересно. Но сейчас самое важное, вот это вот понимание, вот этого места, где ты живешь и как ты с этим относишься, как бы тут не было сложно. Здесь не просто очень сложно. Но могу сказать, что на Западе тоже очень сложно, потому что, когда у тебя полная свобода и есть еще какие-то минимальные ресурсы, ты видишь такое же количество потерянных людей, как и здесь. Не знаю, лишь ответил, но вот что-то вот такое. Ну, а вы как считаете, актуальна тема вообще или так? Можно я задам вопрос? Да, пожалуйста. Я как раз вот хотела, ну, это, наверное, тоже относится в некоторой степени к актуальности темы, поскольку вы с этим контекстом работаете. Вот как ты сам замечал, насколько это вызывает какой-то отклик не только у людей, которые застали, ну, какую-то советскую ситуацию, ну, например, у тех, которые вообще, ну, то есть, я, вот, несмотря на то, что я родилась в 83-м году, но я не считаю, что я как-то, то есть я не могла это отрефлексировать еще, ну, я не могу сказать, что это мой контекст. Да. И я понимаю, что какие-то вещи для меня могут быть, ну, как бы интуитивно понятны, может быть, но они мне уже могут быть совсем не близки. Нет, Маша, я все очень понимаю. Наверное, надо спросить вот этих вот людей, которые здесь сидят, из нашего курса, как они к этому относятся. Я думаю, что по-разному, очень по-разному. На самом деле отсутствие живого опыта ведет к другим, кстати, вот этим неприятным процессам, о которых Будрайский будет рассказывать, вот об этой, как бы, остальгии, ностальгии, уже без всякой прогрессивности, как бы, которая была у Мезиана заложена. Вот. И я думаю по-разному. В моем, как бы, вот этим, как бы, пять факторов, это, как бы, призыв просто обратиться, вот, как бы, к жизни, которая вокруг нас, со всеми ее тяжелыми какими-то историями, и как нас учит Евгений Фикс, занимать какую-то позицию, брать ответственность. Вот это вот очень важно. Это то, чего мы учимся у черных людей, чему мы учимся у кримых народов сейчас, да, чему мы учимся у женщин, чтобы брать позицию и занимать какое-то место в пространстве, которое твое, и за него, как бы, держаться и кусаться. Вот. Ну, это я так сейчас упрощаю. Вот. И мне кажется, что вот это вот какая-то вот очень новая, как бы, ситуация. И мне, там был еще один фактор, который я не стал рассматривать, это такой пресловутый конец глобализации. То есть, когда все больше разочарования вот этими флоксами, вот, я сегодня в Гонконге, а завтра я уже там в Лос-Анджелесе, и что-то там делаю все время. Вот. Такие художники были очень востребованы. Более того, все, я думаю, бьеннальные золотые годы, это был, как бы, самая такая интересная такая вот фигура, такой вот намада. Вот. Мне кажется, что вот сейчас переходит, вот, как бы, вот, вот, кстати, никогда не формулировал, но вот скажу, что вот мне кажется, что вот надо почувствовать вот этот переход от культа намадизма к культу, как бы, коренных народов. Ну, это indigenous, то, что называется по-английски, но по-русски лучше звучит, то есть корень там, понимаете? То есть, вот, как бы, вот, ты сидишь тут в Питере, и ты понимаешь, что это твоя земля, твое место, на которое, как бы, ты должен драться за свою истину здесь, а не где-то там. Это не значит, что ты должен не путешествовать, наоборот, путешествовать очень нам. Но ты путешествуешь с чувством принадлежности, и тебя встречают, как какого-то делегата какого-то места, не просто как намада, человека без корней, без истории, без языка. Вот настаивание на истории, на языке, на месте, вот это, мне кажется, сейчас очень фундаментальный взгляд. Он еще, как бы, может быть, не очень артикулирован, потому что намадизм везде. И капитализм как раз стимулирует намадизм. Он как раз и разрушает вот это, любые формы укорененности. Поэтому, если мы говорим о продолжении какого-то антикапиталистических практик, это будет скорее вот не намадизм. Хотя раньше он тоже был, отчасти, вот, подразумевал какой-то вот сопротивленческий такой потенциал. Но это мое ощущение, я могу ошибаться, я не знаю, но я вот так вот сейчас чувствую из общения с кучей вот как бы людей, с чтением книг и всего прочего. Да, пожалуйста. Как ты? Я не понял, плохо слышно. Антиномализм? Антиномализм? Да. Повторить вопрос? Как ваша последняя мысль о антиномодизме? Быть делегатом от какого-то собственного места, истока, как она коррелирует с политикой идентичности, которая полностью апроприирована капитализму? Ну, вот знаете что, мне кажется, что здесь все-таки непроидентично. Вот мне кажется, вот здесь вот надо разделять. Да, вот это вот сложная, очень как бы тонкая дифференциация. Я понимаю, о чем вы говорите, но вот так вот прямо сейчас сказать, что вот стендин и рок там или какие-то разные какие-то движения, они абсолютно как бы гомогенны вот капиталу и вот той как бы урбанистической, как бы глобалистской пониманию, идентичности, мне кажется, нет. Я бы не поставил бы знак равенства прежде всего. Хотя дифференциация вот в современном как бы ситуации всегда все более и более такая вот тонкая. Но ты чувствуешь, что это вот другое, что там происходит какой-то вот этот вот тонкий как бы сдвиг, и это уже совершенно другие отношения. Это именно против... Что? Броские. Вот именно броские примеры. Вот именно вот художники, которые проуниверсальны. Ну, это очень сложно. Вот так вот именно примеров художников не знают. Знаешь, есть как бы сейчас такие вот жесткие люди, которые там по-прежнему там что-то за истину там рубятся. Ну, типа Хиршформа, там, знаешь, вот такого вот. Но это не то. Не то, не то. Интересный вопрос. Но вот я чувствую, что вот что-то происходит, и что вот это все, вот это тоже как бы разрушено, разрушается. Но примеров, кроме таких вот каких-то политических, я вот не могу привести. Вот именно. Но вот как бы, но примеры все будут скорее из такой вот действительно индидженос какой-то вот позиции, но в таком расширенном очень понимании. Вот так. Орден запатизм какой-то городской запатизм. Ну, это старые гляния, кстати, конца 90-х, если так уж говорить. Вот, ну, вот какой-то тренд. Ну, художников, вот мне кажется, последнее время вот на больших как бы биеннале вот это включение вот через пост как бы колониальное. Но тут я скорее с вами согласуюсь, что они все-таки слишком агентитарные. Включение приходит через идентичность. Ну, мне кажется, что это свежий еще очень процесс. И вопрос дальше опять же как пойдет. Но то, что вот есть вот оппозиция между... Ну, она исторически была еще в древнее время, там, вот какие-то там намады, там, постоянно кочуют, там, а отцов сидит, там, землю обрабатывают. То есть, для кого-то как бы эта модель является как бы интересной. А она может быть тоже очень реакционной же, тоже, да, ведь консервативной. Вот, но где-то нерв перемен тут, мне кажется, кроется. А там еще, по-моему, было... Да, Дмитрий, спасибо, очень интересно. Такой вопрос у меня возник. Так, я тоже, в общем-то, отношусь, собственно, в продолжение вашего вопроса, Машиного, да, 81-го года рождения. И я застала тоже этот режим, можно так сказать. И то поколение, которое растет сейчас, миллениалы, допустим, да, как они воспринимают вот этот постсоветский, постсоветский вот это наследие, и можно ли из человека постсоветского стать миллениалом и совершенно принять, ну, другое мышление и другой совершенно менталитет, стать тем человеком, которыми сейчас растут многие молодые люди и девушки. То есть они мыслят уже совершенно по-другому, чем мы, мне кажется. Ты знаешь, вот это то, что называется native digital, то есть люди, конечно, выросшие уже как бы в цифровой среде, когда скорость обмена совершенно другая, когда проникновение консюмеризма, появление как бы трендов почти как бы мгновенно как бы распространяется, при этом все равно не отменяет каких-то очень существенных вот географических и территориальных различий. Вопрос в том, можем ли мы их преодолеть, в каком возрасте, опять же, ну вот как вот ребенок, да, вот вы можете ребенка там, он переедет, да, он будет говорить на каком-то, до какого-то возраста, освоить иностранный язык без акцента. Но все равно как-то вот очень часто, вот я наблюдаю вот эмигрантских детей, там США, там Германии, там еще где-то, все равно какая-то возникает разница, то ли благодаря семьям, что все-таки как бы какое-то влияние, то ли благодаря каким-то отторжению. То есть на самом деле помимо как бы расизма бывает разных видов, вот англичане учинили Brexit, потому что им поляки не понравились, ну вот как-то странно, вроде и те католики, эти протестанты, ну не понравились им поляки, ну просто еще румыны им не понравились. Там речь не шла как бы, потому что у них традиционная миграция большого королевства, там как бы пакистанцы более приемлемы, чем там поляки, которые там что-то неправильно делают. Ну вот сложно представить, на самом деле он кроется, то есть если вы приезжаете там с украинской фамилией, там у вас абсолютно совершенно язык, там повадки, вас не отличить, все равно это начинает проявляться, и вот эта вот субольтерность, она на самом деле, как вот черные люди везде видят, вот этот пенетрирующий, проникающий расизм, так же он есть по отношению к многим другим, как бы людям, и мы тоже не пришли вот к этому золотому как бы тому самому миллиарду. И эту позицию надо понимать. Можно стать как бы миллениал, это кто миллениал? Это вот кто вы? Ну двухтысячные. Кто вот сейчас свежие, да, вот эти свежие. Да, да, рожденные. Но опять же я говорю, что я вижу огромную разницу между вот этими рожденными в двухтысячные там в Мексике, или в Мексике как бы в очень богатых как бы вапа-миддл-класс семьях, и как бы на юге Мексики родившихся там сельдь, будут очень разные люди с очень разным доступом. Плюс как бы сохранение вот этих как бы иерархий, посмотрите на британские вузы, на американские как бы такие топ-вузы, как в них попадать. Вот я даже думаю, что вот те как бы дети русских олигархов чувствуют тоже себя не очень как бы уверенно во многих очень ситуациях. Ну вот как на выскочку могут смотреть. Там очень много каких-то очень сложных кодов. Потому что Запад это довольно такая очень серьезная репрессивная машина. И если мы этого не научимся видеть, и не видеть в ней еще как бы много всего очень важного, то есть как бы для меня проект вот этот универсальный освобождение, он же тоже во многом как бы связан как бы с западными идеями. А во-вторых, если вы хотите стать такими как все, то вы наверняка станете. Но мне кажется, что интересно стать совсем не такими как все, а сохранить вот эту какую-то вот уникальность. Ну вот, допустим, моему вот папе, да, они объяснили, что такое вот нужно там всячески сократить потребление там пластика, да, и все такое. Люди, которые сейчас живут в этой среде, они понимают, что нужно экологию улучшать, и они всячески за это борются. Вот как найти вот этот вот дисбаланс, как его нивелировать, чтобы как-то понимать друг друга вот нам разным поколениям, особенно которые в постсоветском пространстве выросли? Как вы считаете? Ну они вымрут, наверное, скоро. Я думаю, тут как бы... Не, ну, понятное дело, что все разные. Ну знаешь, там вот одни такие воспитанные, там пластик сертируют, а другие там мусорят, ну и мы вместе живем в одной стране, граждане, ну, разговаривать, воспитывать. Ну, на все такие вопросы обычно отвечают, что есть какое-то общее образование, но образование это же всегда как бы и горизонтальный проект, люди образуются, общаясь друг с другом. А мы очень часто как бы не общаемся ни с кем за пределами своего круга, это вообще невозможно, ни виртуально, ни в реальности, мы все время живем в каких-то таких капсулах. Поэтому образование становится то, что люди читают в газетах, какие фильмы им показывают, как ведут себя дикторы по телевидению, или как люди как бы такие... Ну это сложный какой-то процесс, но он всегда идет, всегда шоу, иногда медленнее, иногда с падениями в каких-то барах, иногда наоборот, в какие-то травы. Что с искусством делать, вот это вопрос? Можно вопрос еще задать, да? Да. Спасибо, очень интересно рассказываете. У меня вопрос по третьему тезису вашему, этический поворот в публичной сфере. Он простой, но тем не менее мне бы хотелось, чтобы вы немножко больше рассказали про ограничения, связанными с этой позицией, возможность говорить. Вы вот рассказали про возможности, надо держаться там за место, за корни и так далее. А вот мне хотелось бы услышать про ограничения побольше. И вот связанный с этим мостик, как получается так, что деклониальный дискурс так легко апроприировать всяческими консервативными проектами? Ну, я думаю, что везде, как у нас говорят старые марксисты, диалектика, то есть где как бы консерватизм, там и освобождение иногда приходит. По поводу вот этой как бы где и что можно говорить, я думаю, что вы сами это как-то должны чувствовать. На самом деле вот уже возникают какие-то ситуации, когда вы понимаете, ну вот за эту тему браку не надо. И вот ты вроде бы имеешь право ее делать, и никто не отменял вот этого универсального какого-то представительства, но ты понимаешь, что может быть кто-то это может сделать лучше, и ты выстраиваешь протоколы, вот взаимодействие с какими-то сообществами, как-то совершенно по-другому, появляется новая чувствительность. То есть ты вот какие-то вещи, то, что раньше еще было как бы абсолютно норм, сейчас уже абсолютно зашквариваешь. Правил писанных, вы хотите меня сказать, если такие написаны, их нет и не будет никогда. Это прямо вот тестируется в какую-то вживую, на каких-то примерах. Ну вот я вот очень люблю вести семинары, когда мы анализируем различные случаи, вот как бы вот предыдущие Витни Бейнале, когда Сара Блэк вот напала на эту живопись, Тимоти Тиль, вот открытый гроб с черным парнем. Не помните эту как бы? Ну это один из самых таких грандиозных сканалов, когда черная художница обвинила белую, что она не имеет права рисовать икону как бы мартира, жертву расизма и представлять ее на Витни Бейнале, что как бы black pain not for your game, что-то вот такая там, черная боль, как бы не для вас. То есть это породило как бы одной из самых широких, как бы и самых таких влиятельных дискуссий о том, где граница. И она была как бы с одной стороны как бы часто реакционно как бы интерпретирована, а там был еще парадокс, что вот эта белая художница, которая нарисовала, она сказала, она понимала, что у нее очень мало пространства для защиты, она сказала, а я нарисовала как мать. Вот что ты мне, молодая черная девушка, скажешь? Я нарисовала как мать, потому что моя боль как матери вот в этом как бы портрете вот была проявлена. Безумная дискуссия, очень все подчеркнула, вот очень советую про нее проследить, вот это open casket, ведь не баянио. Вот. И думаю, что да, в России, я думаю, что это тоже немножко всегда все иначе, как бы вопрос местной какой-то специфики. Что, как можно говорить, но очевидный как бы феминистский аспект, очевидный ЛГБТшный будет играть какую-то свою роль. Вот. Хотя, честно скажу, я по-прежнему думаю, что есть возможность найти какое-то пространство для какой-то репрезентативной политики. То есть все-таки, но ее надо выстраивать иначе. То есть вы можете как бы говорить о чем угодно, но при этом вы понимаете, как вы выстраиваете отношения с тем, о чем вы говорите. То есть там более высокая сложность отношений вот с материалом. И мне кажется, что это как раз очень полезно сейчас для искусства. И вот именно потому, что обнажается его этика. Она всегда в нем была в искусстве, но сейчас она выходит на новый как бы уровень. У меня просто комментарий, я, может, неправильно поняла, по поводу антиномодизма. Пример художников для вас. Мне кажется, что совершенно новое явление в российском искусстве – это современный танец. И там вдруг возникли вот то, о чем ты говоришь, что ты чувствуешь, тенденции, потому что мы были все обращены на Запад, потому что без референции западной мы вообще не понимали, чем мы занимаемся в России. Потому что современный танец – это новая совсем дисциплина. И вдруг возникли молодые сейчас сообщества танцевальные, очень интеллектуальные, которые вдруг заявили о том, что на Запад уже им неинтересно до такой степени, как это было буквально еще недавно, спрашивать… То есть родились молодые критики, там Аня Казонина, еще, которым стал наконец-то интересен местный танец. И танец так не стремится уже на Запад. Много художников работают здесь, и они себя чувствуют очень уверенно здесь. И я думаю, что они уже, наверное, появятся на Западе очень естественным образом, потому что они просто становятся интересными художниками. И такого не было еще пять лет назад. Такого не было. Но вот эти тенденции, они просто в нашей среде очень видимы. У меня нет тут комментариев. Я думаю, что мы просто по-разному еще воспринимаем. Но вот между намадом и делегатом, вот это, мне кажется, очень такая интересная разница. Потому что делегат и намад – это как бы совершенно другое состояние. Но то, что все равно как бы пространство, оно единое. То есть, когда я говорю о том, что мы там должны тут сидеть там у себя на грядке, там что-то там репу сушить там или копать, это не про это. То есть, ты понимаешь, что эта репа какая-то ничья и вся, то есть, это какая-то другая совершенно понимание себя в мире. Но без вот этого, как бы, привязки к ответственности локальности, мне кажется, искусство очень сложно делать тут. Но не к идентичности. А вот именно к этому. Еще Алексей Маркин вопрос хочет спросить. Мне, опять же, не совсем вопрос, может быть, скорее, комментарий. Я тоже долго думал по поводу вот постсоветского. И мне кажется, многие очень понимают, постсоветское – это прежде всего как символику или определенную как бы идеологию. Но мне кажется, постсоветское – это нельзя приравнять к этому. То же самое, мне кажется, стало ясно с декоммунизацией в Украине, что как бы можно, конечно, убрать советские символы или сломать памятники Ленина, но как бы постсоветское – оно все-таки другое. И мне кажется, вот как раз из моего опыта постсоветское понимаешь, когда ты уезжаешь на Запад. Потому что на Западе тебе говорят, например, у меня был опыт, что одна кураторша сказала мне «Не будь таким советским». Сначала я воспринял, как бы, я себя никогда тоже не ощущал советским. Я вообще, как бы, ну, я немножко в 79-м году рождения, но тем не менее, как бы, я был в пятом классе, когда Советский Союз развалился, и у меня было всегда ощущение, что я уже новое поколение. И тут вдруг меня называют «Не будь таким советским». А потом я понял, что… Кто это сказал? Ну, это Софи Гольц сказала тогда. Но это не важно, но я просто оказался, что у нее на самом деле тоже советский опыт, потому что она родом СГДР. И мне кажется, как раз в Германии это важно, потому что там все каждые выборы показывают, что не постсоветская, а постсоциализм там жив, потому что западная часть голосует в одном, за дни партии, а восточную за другие. Хотя, казалось бы, там уже давно произошла, как бы, все, что… Ну, как бы, где социализация, я не знаю, где коммунизация. И мне кажется, еще, может быть, я вот прицеплюсь как бы к твоему слову, что как бы надо быть… Ты в Питере, как бы, и ты вот должен эту идентичность, там, или русскую… русскость, или там питерскость, или… Мне кажется, это вот ответственность постсоветского художника, мне кажется, важно не только это осознать, но еще это критически переосмыслить. И тогда, как бы, вот тут этот важный пункт, что тогда, как бы, может и произойти освобождение, как бы. Вот. Ну, ладно, есть еще разные комментарии, может быть, еще кто-то захочет сказать. Очень правильный комментарий. Ну, тогда, наверное… Спасибо большое, да, за лекцию. Спасибо, да, и проходите еще. Берите газетки, если кому интересно. Ну, тема очень свежая еще такая. следующая лекция из этого цикла будет 19 августа, и как раз Мадина Тластанова у нас, да. Так что приходите, будем говорить про постсоветский феминизм, да? Я тогда напишу, что из немчих. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...